успешные люди это люди на самом деле одно из самых неточных мышлений это черно-белое мышление очень часто мы подпадаем на ловушку искажение нашего мозга чтобы либо с одного края либо с другой посередине ничего нет и очень часто люди себе представляют каких-то героев до каких-то людей со сверх какой-то дисциплины я тоже когда был маленький смотрел на эти небоскребы думал там живут какие-то боги какие-то люди которые совершенно ничего общего не имеют с тем как моя жизнь где я просто борюсь с какими-то мелочами не могу поменять свой стиль жизни на самом деле чем больше ты знакомишься с успешными людьми я вот жил уже из много раз со сборной страны со самыми лучшими спортсменами встречался с экстраординарными людьми чем больше ты это делаешь чем больше ты видишь что на самом деле мы все намного больше похожи чем мы отличаемся да как бы это не эти люди это люди иногда себе представляет что они встают в 5 утра потом они медитируют потом они делают утренную зарядку целую детей готовят им завтрак провожают их хорошем настроении с качественным временем на работу потом где пишут 15 минут свою следующую книгу занимаются любовь с женой потом принимают душ завтракают авокадо и брокколи и потом уезжают или какие-то вот такие и так должен быть каждый день и вообще и на работе и везде и на самом деле это абсолютно неправда все посмотреть всех успешных людей они постоянно теряют семь игнорируют потребности все своих близких очень часто кушают неправильно бывают ленивыми вся жизнь циклично и продуктивные периоды очередуются с депрессивными периодами всем рекомендую всегда читать биографии и они смотрят сериалы они смотрят youtube они зависают в инстаграме я знаю очень много успешных людей которые могут просто часами зависать но они не этим отличаются в какой-то момент все таки да где-то они делают вот ключевые действия определяющие как выбил создание компании или какой-то вот где-то собираются делать какой-то прорыв да но в среднем конечно они борются со всеми человеческими слабостями которые только есть стив джобс он многие кто с ним работал рассказывают как он срывался на сотрудников воровал у них идеи много очень плохих по ворон баффет которого я безумно билл гейтс в этом году развелся да там тоже там огромный скандал но это это часть жизни и это очень важно понимать что это спектр не черно-белая огромный спектр 100 мерный огромный спектр на котором находятся люди и какая самое главное что когда я смотрю на свою жизнь и хочу в чем-то лучше сами не надо стать идеальным это огромная ошибка пытаться вот какая-то идеализированная картина и каждый раз когда ты не такой ты себя ругаешь как бы уходит у тебя уверенность себе это вечно отрицательный негативный как бы сама диалог а вместо этого как можно думать ты не плохой ты не идеальный ты где-то посередине кто-то лучше кто-то хуже в разных вещах и теперь самое главное что иногда достаточно немножко сдвинуться под например когда я жил со спортсменами они тоже иногда не выкладываются на тренировках они даже иногда пропускают тренировки иногда позволяют себе сахар скушать они просто это делают не так часто не так часто немножко реже немножко вот не то что идеальный да они просто не немножко чаще делают чемпионские тренировки немножко меньше делают вот какие-то ошибки и это создает чемпионов не полностью с одной крайности в другую крайность а немножко вот эти немножко они складываются в огромные результаты немножко больше старался немножко больше здесь постоянно и вот это все понемножку на самом деле вот этот спектр вот эти нюансы они становятся самым важным да те люди которые в хорошей форме они тоже иногда неправильные продукты кушают они тоже могут банку колы взять из мини-бары тогда они просто это делают не так часто не так регулярно да и в какие-то моменты в какие-то моменты вот очень много успешных людей которые которых я знаю у них какие-то моменты вот у них какой-то вот момент максимально ясности и они будут они очень решительно действуют и они берутся за возможность за хвост у них нет не так все ровно но есть вот моменты максимальной такой усилия другие моменты но есть вот ключевые действия да ты не когда смотришь назад ты либо основал компании либо ты не основал я знаю так много людей уже которые мне 10 лет говорят что они хотят ты либо это сделал либо нет не будет никогда вот этого идеального момента когда все у тебя сложилось в идеальную картину тебе будет это легко сделать ты либо это сделал либо нет а вот этот момент определяющий все люди которые там большое состояние и в какой-то момент основали компании или сделали какой-то там свой продукт свою свой фильм свою книгу что-то сделать и удивительно насколько мы более похожи на друг друга чем мы отличаемся и вот эти нюансы играют большую роль это меня очень сильно мотивирует я знаю что я ничем не хуже не лучше чем все люди которые делают все эти результаты это мне доступно не все нулю я могу выбрать и продвинуться достаточно сильно и второе делать по чуть-чуть улучшения даже вот один раз вовремя лег спать это уже хорошо похвалить себя один раз не дал себе тренироваться меньше полных сил похвалил себя один раз не получилось ничего не ругаешь себя есть иногда ленивый день есть ленивый день ленивый день тоже имеет смысл у самых успешных убей бывают ленивые дни и ленивый день тоже тебе нужен чтобы как то переосмыслить или дать себе полностью гибкость поэтому все двигаемся по всему спектру по чуть-чуть улучшаемся и вы будете удивлены как сильно можно в положительную сторону изменить свою жизнь если просто сделать движение по миллиметру